Как говорилось ранее, в типовом механизме кэширования уже используется тегирование кэша с помощью методов start-tech-cash и end-tech-cash, а также регистр-тег. Так как в механизме start-result-cash уже заложен вызов start-tech-cash, то при создании собственного компонента на основе типового механизма также есть возможность тегировать кэш по-своему, используя условия с проверкой на bx-comp-managed-cash. Замечание. Сам тег в типовом механизме кэширования связан с ID-инфоблоком и имеет вид iBlockID и далее ID-инфоблока. Очистка кэша по данному тегу происходит в методах add, update и delete для элементов, разделов и инфоблоков. Можно тегировать кэш типовых компонентов, не меняя их логики и не копируя собственное пространство имен. Для этого в файле result-modifier шаблона компонента можно зарегистрировать тег, используя следующую конструкцию, устанавливающую тег myCustomTag для кэша компонента. Просмотрим следующую задачу, в которой покажем невозможность автоматической очистки кэша при изменении только свойств элемента, например через метод setPropertyValueCode. Воспользуемся существующими инфоблоками продукция и новости. Допустим, товары привязаны к новостям. У товаров есть какое-то текстовое свойство, значение которого нужно выводить в новости, к которой привязан товар. Можно хранить значение этого свойства в самой новости и обновлять на события изменения товара. Создадим для инфоблока продукцию привязку к элементам инфоблока новостей. Возможно такая ситуация, когда требуется выводить привязанную к товару новость. Создадим свойства News. А также заметим, что у каждого товара есть строковое свойство материал. Теперь давайте решим задачу вывода всех возможных материалов, товаров в списке новостей. В данном случае можно было бы обойтись дополнительным запросом на получение всех товаров в Result Modifier, имеющих привязку к данной новости. Но мы решим задачу по-другому, избавившись от лишнего запроса в шаблоне. Итак, добавим множественные строковые свойства для элементов новостей. Свойство будет называться «Материалы продукции». Множественное «Product Materials». В нем будут храниться все возможные значения материалов у товаров, привязанных к новостей. Теперь стоит задача актуализации этого свойства. Воспользуемся событиями в файле init.php. У нас уже есть события обновления элемента onAfterIblockElementUpdate, на которой срабатывает обработчик onAfterIblockElementUpdateHandler класса CIBlockHandler. Добавим также события onAfterIblockElementAdd и onAfterIblockElementDelete на этот же обработчик. События добавления и удаления элемента также. Теперь необходимо получить данные элементов инфоблока продукции, в частности, свойства привязки к новости News. Далее, получить все значения материалов в свойстве «Product Materials» данной новости. И если такого значения материала данного товара нет, то добавить материал к значениям этого свойства. Итак, была добавлена константа ID инфоблока продукции, далее ID свойства привязки к инфоблоку новостей из инфоблока продукции и ID свойства материала в инфоблоке продукции. Далее, проверяется, принадлежит ли данный элемент инфоблока продукции. Устанавливается в переменные значения ID инфоблока новостей. Запрашиваем, получаем значения свойств «Новость» и «Материал». Далее, запрашиваем все текущие значения и свойства материалы «Product Materials» данной новости. Записываем их в массив «RPropertyToSet». И если данного материала нет в массиве, то добавляем его и устанавливаем в свойстве «Product Materials» через метод «SetPropertyValueCode». Теперь сделаем привязку новостей к некоторым товарам. Выведем свойства «Новость» в списке товаров. Привяжем некоторые новости. Теперь проверим, появились ли соответствующие материалы, свойства материала продукции о новостей. Выведем это свойство в списке. Итак, видим, материалы вывелись. Теперь давайте добавим вывод данного свойства в компоненте новостей в разделе «News». Итак, видим, материалы выводятся. Теперь давайте добавим привязку к, например, первой новости для какого-то другого товара с другим материалом. Поменяем название материала и привяжем к первой новости, которая выводится в списке новостей. Итак, посмотрим, появилось ли значение данного материала в списке продукции в административном разделе, в списке новостей в административном разделе. Материал появился. Теперь обновим страницу с кэшем. Видим, что материал не добавился. Информация не актуальна. В данном случае мы обновили только свойства элемента новости с помощью метода setPropertyValueCore. Есть важный нюанс. Очистка кэша по тегу работает только в методах add, update и delete для элементов разделов и инфоблоков. Поэтому в случаях изменений выводимых свойств элемента через другие методы, предназначенные для этого, необходимо очищать кэш, используя clearByTag. Мы можем добавить уникальный тег к кэшу компонента списка новостей и затем его очистить при изменении свойства новости. Добавим тег в файле ResultModifier, шаблоны этого компонента. Итак, сделаем проверку на активность управляемого кэша и наличие объекта CacheManager. Добавим также тег NewsListTag. Теперь сделаем очистку по этому тегу в событиях в файле inPHP, сделав соответствующую проверку перед этим. Теперь добавим привязку еще одного товара с другим материалом к первой новости. Поменяем материал. Посмотрим, появился ли материал в списке новостей. Материал появился. И обновим страницу с кэшем. В данном случае материалы добавились. Информация актуализировалась и кэш был удален по нашему тегу. И съемraum. Бuyф кэш. И умаивая. Материал מאноана. Материал лагулы. И ума при southeast. И ума прощань. Ума лична эта цена.